всем привет вы на моем канале меня зовут зульфия сегодня у нас маринованные огурцы вот такой у нас урожай своих огурцов и сегодня я должна все это законсервировать для этого мне понадобятся сами огурцы душистый перчик перец горошком в некоторые баночки я положу вот такой острый перчик чеснока у меня сейчас свежего нет я положу сушеный чеснок также понадобятся листья хрена укроп это новый урожай к сожалению у меня дома оказалась только одна головка я уже уложила в банке зелень сейчас уложу огурцы и далее покажу что я буду дальше делать в набитые огурцами банки я сейчас налью кипящую воду чтобы не лопнули банки я буду наливать их аккуратненько сначала понемногу и вот так постепенно понемногу добавляю налила кипяток по края банки и теперь закрываю прокипяченными крышками банки я не стерилизовала они заодно вместе с огурцами простерилизуются и таким образом я оставляю прогреваться огурцы минут на 7 на 8 я обратно солью воду в кастрюлю доведу ее до кипения и снова прогрею огурцы также 7-8 минут заливаю кипяток в банке по второму разу и выдерживаю 7-8 минут для того чтобы не лопать огурцы прогрелись более тщательно в этот раз я продержала немножко дольше кипяток долго не остывал поэтому я продержала 10 минут для того чтобы огурцы лучше прогрелись сейчас я сливаю эту воду обратно в кастрюлю довожу до кипения добавляю соль и сахар и уже готовый рассол буду заливать в банке пока греется вода я засыплю в банке необходимые ингредиенты душистого перца я не использую много если он большой я его положу в банку одну штучку если небольшой перчик то две перец горошком я не жалею на каждую банку уходит приблизительно 10-12 штук как я и говорила свежего чеснока у меня дома не оказалось только одна головка но это ничего страшного я использую сушеный чеснок ссылку на видео я оставлю его я добавляю примерно по пол чайной ложки сейчас июль и как вы видите чеснок сушеный чеснок не скользится только не залежался он такой же сыпучий и такой же аромат в некоторые баночки я добавлю по вот такому острому перчику думаю даже по половинке будет его достаточно он очень острый теперь накрываю крышками для того чтобы сохранить тепло и займусь приготовлением рассола рассола для такого количества банок мне необходимо 4 литра на 1 литр я должна положить 2 столовые ложки с небольшой горкой соли и 1 столовую ложку с небольшой горкой сахара у меня 4 литра поэтому я сейчас разведу здесь 8 столовых ложек соли и 4 столовые ложки сахара соль для консервации я использую вот такую это каменная соль помол номер один раньше он правда был крупнее сейчас это мелкая достаточно мелкая хорошая соль рассол закипел и я его разливаю по банкам он будет так и Теперь в каждую баночку я добавлю неполную чайную ложку уксусной кислоты 70%. Теперь я плотно закручиваю крышку. Обязательно проверяю, не течет ли она. Переворачиваю банку и оставлю в таком виде до полного остывания. Укутывать такие баночки нет никакой необходимости, они довольно-таки хорошо прогреты. Такие банки можно хранить при комнатной температуре и хранятся они довольно-таки долго. На этом у меня все. Всем приятного аппетита! Всем пока! Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok